Президентские выборы в США обсуждались сегодня и в кулуарах заседания Мажелиса парламента. Депутаты утверждали республиканский бюджет на предстоящие три года. Впрочем, здесь и сейчас многих интересовало влияние победы Трампа на взаимоотношения тенге и доллара. Я не думаю, что покажет значительное влияние непосредственно выборы президента США на нашу национальную валюту, потому что мы больше зависим немного от других факторов, которые, возможно, будут зависеть от этих выборов. Но я бы сейчас воздержался от каких-либо комментариев, пока официальные итоги выборов не будут объявлены. Национальный фонд нельзя рассматривать как постоянный источник дохода в республиканский бюджет. Такое мнение в ходе заседания выразил депутат Азад Перуашев. Он подчеркнул, что фонд был создан главой государства для решения двух основных задач – стабилизации экономики в период кризисов, а также накоплений для будущих поколений. Кроме того, Перуашев отметил, что ожидается падение инвестиционных доходов фонда на 16%. 712 миллиардов тенге до 686 миллиардов. Предположительно, за три года бюджет пополнится на 9,5 миллиардов долларов за счет средств нацфонда. Впервые этот фонд был распечатан в период тяжелейшего кризиса 2007-2009 годов. Но со временем мы стали не просто черпать ложкой при крайней необходимости, а привыкли рассматривать нацфонд как постоянный дополнительный источник пополнения бюджета, что, на наш взгляд, противоречит самой идеологии его создания. Вместо развития производительной экономики мы пройдаем то, что нам не принадлежит, а принадлежит нашим потомкам. Кроме того, премьер-министр Бахаджан Сагентаев раскритиковал министров и отметил, что перед утверждением бюджета все просят финансирование, а при проверках выявляются неосвоенные суммы. По словам главы Кабмина, бюджет напрямую зависит от расценок на нефть и доллар. В свою очередь, министр национальной экономики Куандык Бишимбаев рассказал, что в проекте бюджета цена на черное золото заложена на отметке 35 долларов за баррель.